Всем привет! С вами доктор Абрамян. Значение консультации в нашей работе в пластической хирургии. Сейчас можно фактически разделить на два вида консультации. Это онлайн или интерактивная консультация и очная консультация. Для меня, как для хирурга и для пациента, лучше всего это очная консультация. В некоторой операции, например, повторной ринопластика, невозможно без очной консультации что-либо сказать. То есть надо физически потрогать. Каждый хирург по-разному устраивает свою консультацию. Потому что не только вы, дорогие подписчики, думаете с нами связаться, но и мы тоже думаем, стоит ли с вами связываться. Хирург должен четко дифферентировать понятие, адекватность, вменяемость, психическое состояние пациента. Надо это четко дифферентировать. Это комплекс неполноценности или это все-таки психическое отклонение. Второй момент. Я лично для себя определяю, насколько комфортно мне общаться с этим пациентом. Потому что иногда бывает такая сложная работа, что приходится год-полтора года общаться с пациентом. Естественно, симпатия должна быть и с пациентами должно быть приятно общаться. Следующим фактором это, конечно же, объем. Хирург должен понять, в его ли силах этот объем выполняемой операции. Мною на консультации обычно обсуждается все самое хорошее и все самое плохое. Я бы сказал, даже самое хорошее особо я стараюсь не обсуждать. Я хочу, чтобы это был таким приятным бонусом в постоперационном периоде. Часто я в своей консультации начинаю с, можно сказать, негатива на языке маркетологов, что ни в коем случае нельзя делать. Что это такое негатив? Первое, я начинаю приземлять пациентов. Да, конечно, я много что умею, много что могу. Но есть организм, есть ваша индивидуальная особенность. Это для чего я делаю? Чтобы у вас в постоперационном периоде не было разочарования, а наоборот, было восхищение. Иногда мне пациенты после операции говорят, а вы мне этого не говорили. Ничего подобного. Это у меня отработанная тактика. Вы приходите, я с вами беседую. Три основные фактора. Это исходник, то, с чем вы пришли. Второе, это руки хирурга. И третье, это ваша реакция организма. Это все я пытаюсь до вас донести. Это хирургия. Здесь свои особенности могут быть с осложнением. И вы, дорогие пациенты, на консультации должны понять, хотите ли вы доверять свою красоту хирургу. И вы должны быть готовы, если вдруг этот непредсказуемый фактор появится, гематома или какое-то осложнение, что вы с хирургом пойдете до конца. В моей практике я часто назначаю вторую консультацию. Иногда назначаю третью консультацию. Все мои пациенты не надут мне соврать. Потому что я это обосную так. Мы должны прочувствовать друг друга. Нужны ли мы друг другу? Прежде чем идти на консультацию, старайтесь тщательно выбирать хирурга. Не одного, а нескольких хирургов. Я это говорю иногда на консультации. Когда пациент приходит ко мне впервые, я спрашиваю, а были ли вы у кого-то на консультации еще? Они говорят, нет. Я говорю, пожалуйста, сходите. Сходите, сравнивайте. Старайтесь на консультации посмотреть портфолио хирурга. Не фотомоделирование. Это все вранье. Взять, нарисовать. Можно все, что угодно нарисовать. Старайтесь общаться с другими пациентами. Это, кстати, я тоже очень обширно практикую. Показываю уже оперированных пациентов на консультации. Выбирайте хирурга, который вы будете доверять, уважать, а может быть и немножко восхищаться тем, чем он занимается. С вами был доктор Абрамян. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»